13 апреля 2024 год по поводу моего чрезмерного якобы оптимизма по поводу судьбы украины я с этим категорически не согласен я хочу чтобы люди разделяли что я говорю о перспективах украины как страны как державы если вы человек который за украину который любит который связывает свое будущее будущее своих детей с этой страной вам должен передаться тот же оптимизм что и мне я понимаю что невозможно придать оптимизму там жене моего погибшего сослуживца до ребенку который там никогда не увидит своего отца кроме как на видео потому что он не достиг сознательного возраста там в тот момент когда убили его отца но я говорю о глобальных тенденциях понимаете и это было очевидно что украина пойдет вперед и наконец обретет свою независимость полноценную а не эффективную после четырнадцатого года когда россия все-таки сделал свою фатальную ошибку и аннексировала крым вы должны понимать что даже вот сейчас америка там сама устраняется да там мало меньше на пойду во первых она достаточно помогает нам гораздо больше чем кто-то помогал допустим финляндии в тридцать девятом когда советский союз на него напал нам и так очень много помогает спасибо всему миру и америка которая сейчас там да не продать не дает нам 6 месяцев 7 месяцев оружие но есть санкции есть там финансовые какие-то ограничения которые китай тут же самый там кислород перекрывать не дают россии помогать в агрессии против нас немцы сильно помогают французы там сейчас антанта вот это вот собирается нам очень сильно помогает но это что и даже то что америка самоустраняется америка просто уходит из следе перестает быть лидером мирового сообщества там до цивилизованного то есть на ее место приходит там европа франция англия германия и для нас как для украинцев как для украины это лучше на самом деле где америка где франция где польша это наши соседи это мы единое целое с ними должны стать и будем с ними единым целом и нам лучше в долгосрочной перспективе что роль лидера переходит сейчас от америки к европе понятно что нам от этого одну чисто физически не легче нам приходится больше воевать больше погибать больше выносить каких-то испытаний но опять же я обращаюсь тем я свой оптимизм хочу передать и при привить тем кто думает об украине также как я то есть не о себе конкретно я поверьте тоже понимаю что такое я не только там четырнадцатый пятнадцатый воевал и сейчас там кабы по прилетали по блиндажам до месяца не прошло месяц я северной салтовки харьков я знаю что такое когда авиабомба падает рядом с твоим сыном и рядом с твоей женой и ты видишь ужас в глазах так что я как бы не посторонний человек и не по телевизору это все смотрел но если вы думаете не о своем личном благе о благе украины по поверьте все развивается наилучшим образом именно даже потому что от америка самоустраняется да и позвон нельзя сказать что не прям самоустранились правда ну давайте уже по-серьезному там и приходят нам и дело с деби приходили недавно если но есть что американцы дают молодцы и боинг там вот эти хорошо работает нормально хотелось бы больше но всегда хотелось бы больше воюющей стране ну на которую напал вторая армия мира на которую напал да нам никакой помощи не будет казаться достаточно это правда ну что есть то есть так что смотрите там норвегия помогает финляндия помогает французы помогать нам 7 весь цивилизованный мир все вменяемые люди этого мира нам помогают со слезами на глазах понимаете многие от этих вырожденцев от россиян которые ну я не знаю как как эти люди с которыми я жил в одной стране в советском союзе превратились такое отродье такое страшное отродье которое сейчас ворска этом тонут люди и они говорят мы не будем уезжать потому что приходят мародеры нас грабят это что за страна у вас такая получилась что вы не бежите спасать своих людей помогать им а вы сидите на своих крышах и боитесь что у вас разворуют ваша же сара ну в общем это такое в общем я говорил про том что оптимизм по поводу украины абсолютно обоснован нет никакого эйфории там да мы погибаем да мы убиваем да нас разрушают дома я же говорю я из харьков у меня дома до с дружбы народов блин до российской федерации 26 километров я знаю что такое россияне все будет порядке с украиной думаете про украину